Заглаживание по бархатному пластику. Здравствуйте, меня зовут Светлана Хитровой, аскультер по бархатному пластику. Сегодня мы разберем такую важную тему, как заглаживание. На всех предыдущих уроках мы говорили, что можно не залепливать и заглаживание это отдельный этап. И вот сейчас мы как раз разберем, как его делать. Если вы обратите внимание, на этой фигурке достаточно много недостатков. Например, фольга высовывается, какие-то неровности, которые в других материалах принято выравнивать сразу. В бархатном пластике это делается отдельным действием. Я сейчас вам покажу на каком-нибудь фрагменте, как это делается. Вы берете кусочек тоненький пластика. Если пластик будет жидким, это еще лучше. Сейчас я вам покажу, как его размочить, если в этом есть необходимость. Очень тоненький. Если я его сейчас сниму, он порвется. Это буквально доля миллиметра. Смачиваю водичкой. И дальше, вот видите, кусочек, например, у нас выступает. Дальше еще раз смачиваю водичкой. И как шлифовальной пастой, с достаточно большим усилием, круговыми движениями, я этот кусочек примазываю. Значит, смотрите, по поводу прилепления. Сам бархатный пластик прилепляется сразу. И усилия для этого не требуется. Для чего требуется усилие? Для того, чтобы выдавить сырой пластик намоченный из-под нашей основы. Для того, чтобы он закрыл стык с собой. Что это такое? Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот теперь у нас этот кусочек заглаженный. Значит, какой механизм этого действия? Зачем нужно прижимание? Сейчас я вам немножечко теорию расскажу. Вот смотрите, что происходит. Вот у нас какая-то неровность. Сверху мы накладываем пластик, предварительно смоченной водичкой. Вот у нас слой пластика, а вот жидкий слой пластика, который мы накладываем на неровность нашу. Что в этом случае происходит? Вот наша неровность. Вот наш пластик. Он заполняется. Для чего мы в этом месте его прижимаем? Для того, чтобы вот этот вот жидкий пластик, он вышел с этих краев и закрыл нам вот этот стык. Для того, чтобы у нас было соединение без стыка. Потому что в барханной пластике очень частая ошибка, когда просто сверху прилепляют еще кусочек пластика, и у вас получается два места стыка некрасивых. Вот это один из способов. Второй способ. Вот этот способ, в чем его недостатки? Если вы, например, делаете такую штуку по цветному пластику, то у вас будут размываться края от нам, где вы примазываете с усилием, с водичкой, у вас в этом месте будут вымываться цвет. Ну, например, там красный станет бледно-красненьким. Значит, чтобы этого не происходило, какие еще есть способы? Мы можем взять кусочек пластика и размочить его до состояния сметаны. Как это делается? Добавляем воду в пластик. Можно прямо сам кусочек опустить, как я это сделала. Можно ручки намочить. Видите, вот руки влажные блестят немножечко. Мы подсобираем воду с рук, так чтобы руки стали сухие и чистые, а пластик становится мягким. Еще раз повторяем эту процедуру. Видите, руки первоначально влажные, а пластик собирает с них воду. Мы вмешиваем воду внутрь пластика, чтобы менять его консистенцию. Еще раз. Вот. В этом случае у нас пластик становится достаточно жидким. Значит, как с ним потом работать? Можно точно также с водичкой, с его помощью заглаживать. Но в данном случае можно уже заглаживать большие объемы. То есть видите, здесь я уже не делаю тоненько, здесь я уже делаю, можно делать достаточно толсто. И дальше, по сути, как шлифовальной пастой. Опять-таки с усилием. Почему вот говорится, что подложка желательно высушенная и желательно прям полностью просушенная? Потому что когда вы заглаживаете вот таким именно способом, вот видите, вот я нажимаю сильно и подснимаю излишек. Для чего это важно делать для того, чтобы если у вас будет сырой слой пластика, очень толстый, ну больше там миллиметра, даже на самом деле миллиметр это очень толстый слой, то есть больше долей миллиметра, то после высыхания он у вас начнет трескаться. Вот для того, чтобы этого не происходило, смотрите, кусочек фольги высовывается, я его немножечко ноготью туда придавливаю. Для того, чтобы этого не происходило, нам нужно контролировать толщину слоя свежего над старым пластиком. А для этого нужно обязательно, чтобы старый пластик был высохшим. Поэтому после создания фигурки очень рекомендую вам хотя бы сутки просушить. Если этого по каким-то причинам сделать невозможно, есть технологии заглаживания. Сейчас я вам покажу, чтобы вы видели, что происходит с поверхностью. Есть технологии заглаживания с помощью так называемой быстрой сушки, когда заглаживается с помощью эффекта температуры. То есть, например, ставим фигурку в духовку ориентировочно на минуту-две, не больше, на примерно 80 градусов. Что в этом случае происходит? Поверхность пластика разглаживается. Только смотрите, чтобы в этом случае не было дырок, потому что дырки за вас никто не уберет. Или же наоборот, если вы хотите поставить на какое-то большее время, то наоборот, нужно делать дополнительные дырочки, чтобы между фольгой и пластиком не образовывалось воздушных пузырей. Сейчас я таким же способом, жидким пластиком выглаживаю нашу фигурку. Таким способом, когда у вас размочен сам кусочек до достаточно жидкого состояния, вы можете заглаживать даже цветные фигурки, не обязательно белые. В этом случае у вас цвет практически не будет вымываться, потому что у вас весь пластик сырой. Он примерно весь однородный. Видите, это больше уже, конечно, техники ближе к глине. Кто работал с глиной, для тех вот эти движения будут знакомы. Единственная разница, что в глине это делается сразу по мокрому, по мокрой фигурке. В бархатном пластике это все делается по высохшей. Также можно, если есть необходимость, добавлять какие-то мелкие доработки по форме, если вы этого хотите. Но не рекомендуется, если у вас какие-то крупные огрехи, которые вы хотите исправить. Не рекомендуется это делать сразу влажным пластиком. То есть, если у вас есть, к примеру, какие-то сильные трещины или какие-нибудь серьезные недостатки. Если они совсем серьезные, желательно сковырнуть кусочек пластика и добавить фольги, чтобы была опора внутри. Правильно. Если они не настолько серьезные, можно это делать и пластиком. Но делается в два этапа. Сначала более сухим пластиком закрывается основная часть. И потом более влажным пластиком делается финальная выглажка. Вот как мы сейчас делаем. При этом обращаю внимание, что толщина слоя должна быть маленькой. Потому что, если у вас толщина слоя будет большой, то у вас могут пойти трещинки по высохшему пластику. Поэтому обязательно, чтобы основа у вас была досушенной. Потому что, если вы будете мокрую основу сильно прижимать, у вас будет прогибаться сама форма, которая вам нужна. Сейчас корректируем по трещинкам, которые нам не нужны. И сглаживаем те места, которые в этом нуждаются. Вот, например, вот здесь еще. Таким образом можно доводить фигурку. Если есть желание, можно это делать с первого раза, держать какие-то вспомогательные элементы, типа гривы, хвостокрыльев. Можно это делать в два этапа, можно это делать в несколько этапов. Когда вы, например, заглаживаете сначала одну сторону, потом заглаживаете вторую. Это, в принципе, все допустимо. Вот здесь загладим немножечко. И, как вы понимаете, про такую технологию вы можете доводить фигурку до идеально ровного состояния, если вы этого хотите. Вот. Если у вас есть какие-то критичные места, где вам нужно прям очень-очень ровно сделать, это можно, опять-таки, делать несколько этапов. Последовательное приближение. Так, еще какая особенность. Вот видите, например, здесь идут мышцы. И между ними пошел слой пластика. Вот видите, сейчас вот подснимаю. Очень важно, чтобы в глубину мышц не затекал пластик. Потому что при высыхании, скорее всего, именно по этим местам у вас пойдут трещины. Потому что, видите, в углублениях скапливается пластик сырой. Вот это опасная ситуация. Вот эту ситуацию сразу отслеживать и пресекать. Поэтому, еще раз подчеркиваю, почему важно с усилием заглаживать, чтобы вы чувствовали, какой у вас слой пластика над поверхностью. И вот то же самое, какие-то, видите, фольга какая-то, которая просвечивает. Опять-таки, на этом этапе можно все недостатки убирать. Вот здесь вот, например. Вот. Если вы делаете все правильно, то у вас заглаживается без стыков. Значит, в чем еще особенность в обратном движении. Если, скажем, в других видах пластика или глины, например, вы фактически размазываете, грубо говоря, новый свежий слой в одном направлении, то здесь важно делать именно круговые движения, потому что это предотвращает стыки. Вот. Вот и наш результат, который у нас получился, можно доводить до идеального уровня вторым слоем, если хотите, разглаживая. Опять-таки, повторюсь, кусочек очень маленький. То есть пластика почти не расходуется. Хотя фигурка у нас большая. Вот. Надеюсь, у вас все получится. Если есть какие-то вопросы, пишите. Постараемся вам помочь, разобраться. До новых встреч. До свидания.